привет друзья с вами варчик в этом видео хочу поговорить с вами происки from тарков что его ждет в этом году в ближайших патчах мы узнаем действительно ли это нужно игре это то что все ждут или это какая-то чепуха но для начала как обычно скажу что читеров они банят вот они об этом пишут мощность сервера увеличивают для того чтобы серваки не упали от увеличения онлайна две бесконечные борьбы с читерами и серверами которые время от времени у них лагают рассказывают что тут экономику они что-то там правили изменяли но честно говоря и не совсем согласен круто что подобавляли очень большое количество различных там новых обменов с торговцами добавили большое количество крафта но в целом это все выглядит ну такое так мы до сих пор не увидели никакого крафта самодельных каких-то вещей ты из подручных средств скрафтишь что-то уже тупо как с завода но это такое себе было бы прикольно если бы крафтовые вещи были бы самодельные со своими какими-то параметрами и со своим внешним видом про это никита на стрима говорил вроде как это сделать можно но этого в игре до сих пор нет по поводу баланса оружия одно оружие хорошее понерфили новое ввели и теперь большинство играет с ним здесь баланс оружие я так и не понял потом понерфят это оружие введут новое все будут играть со следующим такое ощущение что разработчики кидают каждый раз новую палку на гибалку а прошлую забирают ну и также разработчики говорят что получили много отзывов на все что связано с игрой что помогло им провести дальнейшее планирование и вот чего они там на планировали разработали планы на 0 12 10 подготовили проект генерального плана работы на этот год но это замечательно что они уже распланировали чем заниматься и как видно по их словам уже начали работать это радует на чем сейчас они работают работа над патчем 0 12 10 который будет содержать кумулятивные изменения и исправления различные улучшения качества жизни игроков сетевые исправления и оптимизация исправление ботов пара небольших фичей более подробная информация будет следующем выпуске тарков тв life вроде наговорили много всего хорошего но в целом я замечаю что очень много громких слова на деле выходит какая-то мелкая мелочь такая незначительная что она теряется в огромные гуще тарковского темного освещения и остальных интересных вещей видимо на каком-то следующем стриме нам об этом расскажут о чем мы тоже поговорим работа над промежуточным небольшим патчем улучшение сетевой составляющей исправление бага с кнопкой далее исправление ботов эти исправления будут загружены как только так сразу насколько я вижу борьба с серверами идет чуть ли не каждый вечер такое ощущение что никита со своей командой каждый вечер идет против рейд босса побеждает его чтобы сервера не лагали работа над различными улучшениями сети сетевого кода для дальнейшего сокращения задержек рассинхрону дисконнектом некоторые из изменений могут потребовать тестирования на етс но насколько я вижу иногда рассинхрон чуть меньше иногда чуть больше а иногда вообще такое ощущение что игра задумалась а потом резко выплеснула все что там она надумала себе и это очень странно со стороны смотрится когда два челика в друг друга стреляет ничего не происходит а потом вдруг такие ага много друг друга стреляли ну сдохните оба ну и куда же без умираний за стеной надеюсь это пофиксят да и в целом такие долгострой как тарков и тому подобные игры со временем побеждают такие проблемы с рассинхронами но все это как обычно долго начали работать на довольно большим списком исправлений в аудиосистеме аудиосистема в таркове это в целом как одна большая проблема звука на лестницах нет вообще также иногда бывают проблемы со звуком когда есть какие-то укрытия потом персонаж выходит из-за какой-то стены идет прям мимо тебя а звука из него нет короче иногда звук есть иногда звука нет в некоторых местах его стабильно нет движок звука в таркове то еще жуть не говоря уже о том что он стабильно плохо дает информацию о направлении ни черта непонятно где звук спереди или сзади потому что она одинаковый и по расстоянию вообще сложно что-то понять главное что слышно как ты идешь и сверчкает ночью про ливень я вообще молчу такого времени кажется не должно быть в общем звук это катастрофа переходим на unity 2019 который как уже было сказано даст больше пространства для оптимизации игры реализации визуальных фичей и так далее больше оптимизации и больше красивости в эре это то что нужно таркова выглядит он местами вроде интересно но в целом картинка прям а все эти лесенки текстурки глаза прям режет освещение такое как будто бы ты на сварку час смотрел если unity 2019 улучшит это все и заметно улучшит они так что типа а чё-чё-то изменилось если изменения будут заметны и в оптимизации во внешнем виде это кайф потому что тут явные проблемы продолжаем улучшать внутреннюю инфраструктуру устранение бутылочных горлышек применение дополнительных необходимых оптимизаций и обновление backend серверов много интересных слов самое интересное из них оптимизация пусть будет работа с баллистическими настройками всех объектов на локациях улучшения и фиксация пробития шансы рикошета коррекция баллистических коллайдеров много интересных слов но на стриме разработчики в основном говорили про то что будет больше каких-то простреливаемых текстурок на карте но в целом если стрельбу доработают это будет неплохо потому что местами она вообще непонятная работа над расширением завода и боссом завода а это уже плохой звоночек для тех у кого мало оперативки на компе и видимо онлайн в тарка и может просесть потому что люди с маленьким количеством оперативы могут сейчас играть только на заводе другие карты уже не загружаются раньше еще лес могли поиграть но лес расширился и все до свидания тарков жрет много оперативы поэтому сходите в магазин купите пару лопат оперативы приходите домой насыпьте в компьютер и добро пожаловать на расширенный завод также еще какой-то босс будет на заводе по-любому будет какой-то здоровенный монстр явно не снайпер какой-нибудь заводской михалыч с разводным ключом будет в самый раз работа над многочисленными предстоящими визуальными изменениями одной из основных задач этого года является улучшение визуальной составляющей игры если тарка будет выглядеть великолепно и еще туда оптимизации понапихают о которой говорилось выше это будет балдеж поскольку игра должна быть она обязана быть атмосферной тарков может быть атмосферным он может быть хардкорным его нужно донастроить оптимизировать улучшить визуал и это будет просто балдеж работа над первой итерации кармы диких об этом говорилось уже так давно что я уже и забыл что это существует как по мне можно было бы сделать просто убил на диком дикого твой дикий перезаряжается дольше все но если это реализуют каким-то интересным способом пусть будет я не против главное чтобы ничего не поломалось начали работать над первым сюжетным квестом честно говоря я не сильно жду сюжетные квесты в онлайн игре но если они будут интересные и классные пусть будет хорошо но в сюжетных квестах есть одна проблема их один раз прошел ты его уже знаешь и все он больше ничем не интересен единственное что если он настолько будет крутой кайфовый интересный с какими-то неожиданными поворотами и запоминающийся это будет круто но все равно его один раз прошел и все больше в нем делать нечего это сюжет узнал сюжет конец это разве что как дополнение просто кайфануть на один раз продолжаем работу над улицами таркова тут только шутку про три fps можно вставить больше нечего тут бы резерв еще оптимизировать а так вообще новый контент новая карта всегда интересно поизучать допустим расширение в лесу мне очень понравилось этом все изучал бегал набегался и остался доволен так что если будет новая кайфовая карта пусть будет работа над моделью инерционности передвижения персонажа скорее всего в первую очередь выйдет на серверах етс название честно говоря какое-то запутанное непонятно какое содержание внутри этого названия чего она в себе содержит но в целом персонаж передвигается в таркове как квадратный деревянный какой-то чел спотыкается об все застареет об двух миллиметровый бордюр чеки не может шагнуть никуда не в сторону не вверх ничего просто всегда застареет и в целом он какой-то треугольный ничего общего с настоящим человеком вообще нету если в эту сторону будет работа производиться то я принципе рад а если тут главное слово какая-то инерционность то мне непонятно что это и нахрена она надо начала работ по переработке прицелов и оптики тоже неплохое занятие поскольку некоторые прицелы просто жуть такое ощущение что их лет двадцать назад нарисовали просто ужас но в целом большинство прицелов более-менее но если их еще сделают четче краше я только за в этом году также планируется решить много других задач очень содержательная и интересная последняя строчка прям великолепно в целом работы ведутся в правильном направлении ждем результата я надеюсь что он порадует и не будет так что типа вроде бы стала лучше но в целом тоже самое пишите в комментариях как вам будущие изменения escape from tarko в этом году с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем пока